В больницах и многоквартирных домах Мариинского посаду с окончанием отопительного сезона исчезает и горячая вода. На протяжении 50 лет две системы горячего водоснабжения и отопления в городе связаны между собой. Недовольны таким положением дел, жители обратились в прокуратуру и антимонопольную службу республики. Что из этого вышло, расскажет Мария Никифорова. Вот тепленькая водичка пошла. Чтобы просто помыть посуду, Ольге Дмитриевой нужно проделать целый ряд действий. Сначала нужно включить бойлер, дождаться, когда вода в нем прогреется, и чтобы хоть немного ее сэкономить, мыть важно быстро. Душ в квартире, как в армии, принимают тоже в спешке и только по крайней необходимости. Дело в том, что в Мариинском посаде подогрев горячей воды в общедомовых бойлерах происходит за счет системы отопления. Поэтому и появляется она только тогда, когда включают тепло. Такая ситуация в городе длится с 92-го года. Люди к этому привыкли, потому что котельные у нас не рассчитаны для подачи горячей воды в летний период. Горячую воду можно подавать только в зимний период, когда температура наружного воздуха от минус 10 градусов и холоднее. Если весной, осенью мы не можем, потому что она будет теплая, а летом будет у нее себестоимость в разы, как минимум в 7 раз дороже, чем в зимний период. При этом в службу по тарифам, чтобы там пересмотрели стоимость услуги, коммунальщики не обращались. Антимонопольная служба обязала муниципальное предприятие разработать инвестиционную программу, чтобы подавать горячую воду и в межотопительный сезон. Судом наше решение признано недействительным. Суд указал, что разработка инвестиционных программ не входит в полномочия муниципального предприятия. Хотя при этом суд сделал этот вывод ошибочный, потому что в соответствии с законом о теплоснабжении, все инвестиционные программы разрабатываются непосредственно предприятиями коммунального комплекса. Решение суда в законную силу пока не вступило и в антимонопольной службе намерены его обжаловать. По действующим нормативам из крана должна идти вода не холоднее 65 градусов. Если температура ниже, услуга считается предоставленной не в полном объеме, и жильцы могут обратиться с жалобой в прокуратуру. Впрочем, надзорный орган уже провел проверку, результаты которой послужили основой для судебного иска в отношении местной администрации. Суд поддержал в полном объеме нашу позицию. Он указал, что ответчик обязан обеспечить круглогодично и бесперебойно горячую воду и подавать ее на квартирные дома. В администрации решили не реконструировать системы отопления и горячего водоснабжения, а к каждому многоквартирному дому пристроить котельные. 1 ноября мы должны сделать проектно-сметную документацию, чтобы построить эти придомовые котельные в количестве 48 штук. Если проект утвердят, то стройка придомовых котельных начнется в 2020-м. Тогда и до Мариинского посада, наконец, дойдет цивилизация. Мария Никифорова, Михаил Солин, Вести, Чувашия.